Ну, попытаемся немного отдохнуть от этого кровавого фарса. Поглядим на детей Третьего Райха. Прекрасные дети, маленькие люди. Они возятся, слушают шарманку. Правда, шарманка играет официальный нацистский гимн Хорст Вессель. Но ведь дети-то еще не знают, что это такое. Солнце. Тетя. Папа и мама. Труба и барабан. Мальчишки всегда любили рисовать солдат. Штырик, ружье, нож, танк, свастика. А вот и школа. Первая пропись. Хайл Гитлер. С этого надо начинать учение. Другая пропись. Штурмовики маршируют. Мы приветствуем знамя. А вот примечательное стихотворение ко дню рождения фюрера. Ты там, где немецкие сердца бьются сильнее. Где немецкие руки работают. Где немецкие дети смеются от счастья. Мы приносим тебе наши сердца. Ты фюрер. Ты спаситель Германии. Ты надежда. Ты верность. Ты любовь. Ты вера. Я люблю тебя всем сердцем. Я хочу принадлежать тебе. Я хочу служить тебе каждый день и каждый час, как верный воин и храбрый солдат. Примечание. Не для чтения. Для заучивания наизусть. Теперь надо научиться стоять смирно, пожирать его глазами, впитывать каждое его слово. Тем более, что сейчас он обратится с речью к германской молодежи. Чего же он хочет от германской молодежи? Германская молодежь должна быть сильной, ловкой, упругой, как кожа, быстрой, как гончая собака и крепкой, как круповская сталь. Все. Больше от вас ничего пока не требуется. И дети в восторге. Телами детей написано «Мы принадлежим тебе». Но дети еще не понимают, что стыдно принадлежать кому бы то ни было, хотя бы самому Фюреру. Они смотрят на него с обожанием. А ведь им еще придется каждый день и каждый час в течение долгих лет слышать, что он непогрешимый, что он всегда прав, что он великий, что он спаситель, вера, надежда, любовь, что он мудрый. Гитлер говорил «Немецкий мальчик должен с детства уметь переносить побои и привыкать к жестокости». Вот они привыкают к жестокости. Посмотрите, какие лица выбрал оператор. Привыкают к побоям. Лей как-то сказал, «В четыре года мы даем ребенку в руки флажок, и с этой минуты, сам того не ведая, он поступает к нам в обработку, которая продолжается до самой его могилы. Они должны превратиться в тесто, из которого можно выпить все, то, что угодно». «Выкру». «И вот важнейший этап. Сейчас они будут давать клятву верности Адольфу Гитлеру. Послушаем эту клятву». «Я спюре bei Gott diesen heiligen Eid, diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des deutschen Reiches und Volkes Adolf Hitler dem frohsten Befehlshaber der Wehrmacht «Дают клятву вчерашние мальчики, вчерашние школьники. Они выучили наизусть все положенные прописи. Они знают, что Гитлер непогрешим. С его именем на устах они будут умирать. Его именем они будут убивать. Его именем они будут грабить. Но клятву давали не только солдаты. Клятву давали медицинские сестры, служащие, чиновники, почтовые, железнодорожные работники. Клятву верности Адольфу Гитлеру давала вся Германия, ибо вся Германия должна была быть связана круговой поругой. И, разумеется, давали клятву члены нацистской партии. Эта клятва была самой краткой. Вот ее текст дословно. Я клянусь в верности Адольфу Гитлеру, ему лично, а также всем начальникам, которых он поставит надо мной. Клянусь безоговорочно выполнять любое их распоряжение. И все. Нет даже слова Германии, или слова Родина, слова народа. Поклялся безоговорочно выполнять любое распоряжение любого начальника, и можешь надевать шапку. По существу люди клянутся в том, что они перестанут быть людьми. Они добровольно отказываются от права и долга любого человека, от права и долга мыслить, думать. Да, была и другая Германия. Эти люди еще помнят крушение Кайзеровской империи, германскую революцию 18-го года, ровно через год после нашей Октябрьской революции. Они помнят эти грузовики, полные вооруженных рабочих и солдат, толпы народа на улицах, митинги, речь липких-то. Как это похоже на нашу революцию? Как эти люди похожи на наших людей? Как похож этот воздух свободы? Но они помнят, чем кончилась революция. Убийство, липчинство и розы Люксембург, кровавые расправы. Они работали. Они всегда работали. Немецкий рабочий, великий мастер, великий труженик. Вот они перед нами. Они еще помнят грандиозные пролетарские демонстрации 20-х годов. Они были тогда гораздо моложе. Они верили в социалистическое будущее Германии. Вот так выходили на улицы. Кто-то из них, быть может, нес этот плакат, на котором написано «Фашизм – это голод и война» или видел Тельмана. «Фашизм»? Но в этих дворах помнят, чем кончались такие демонстрации. Сюда приносили раненых, а иногда и убитых. Германский рабочий класс был расколот. Его легко было бить по частям. Его били по частям. били. А выигрывал вот этот. Нет, я не хочу сказать, что германский народ был слеп. Он был обман. А раз уж приходится жить при Гитлере, приходится и работать. Любая работа, чтобы жить. вот перед нами рабочие. Некоторые из них еще помнят, быть может, последнюю демонстрацию ротфронта. Ротфронт был уже запрещен и выходить на улицу было смертельно опасно. Многие ли из этих людей дожили до нашего времени? Они исчезли. Исчезли за колючей проволокой. Да, все-таки была другая Германия. Одна из заповедей нацизма начиналась так. Ты ничто. мы хотели найти ну хоть какие-нибудь кадры, ну просто горожан. Хотелось посмотреть, как жил рядовой человек в эти годы. Ведь не все же время он кричал Зигхай. Но среди двух миллионов метров нацистской хроники мы нашли всего несколько вот этих посредственных кадров. В самом деле, стоит ли снимать людей, если каждый из них ничто? Правда, заповедь продолжалась. Ты ничто, а твой народ это но можно ли поверить, что народ все, если каждый представитель народа ничто? Ну вот пробил час. На улице выспали черные толпы эсэсовцев. Что-то произошло. Как горох посыпались медицинские сестры. Зачем так много сестер? Ну просто предстоит массовая истерика восторга. Уже работает хроника. Все ясно. Фюрер прибыл. Теперь стоит снимать. Итак, ты ничто, а твой народ это все. А народ Гитлер любил называть массой. А с массой, говорил Гитлер, нужно обращаться как с женщиной. А женщина, говорил Гитлер, охотно подчиняется силе. И нечего рассчитывать на разум масс. Нужно воздействовать на их простейшие чувства. Вот оно воздействует на эти простейшие чувства. Запланированный инцидент несут двух младенчиков с букетиками. Очень трогательно. Воздействовав на чувства, можно ехать дальше. Незапланированный инцидент. Букетик цветов по собственной инициативе. Отлично. Дальше. Совсем незапланированный инцидент. Прошение. Ничего. Улыбнуться. На всякий случай обыскать. Вот. Ударить. Поехали дальше воздействовать на простейшие чувства этих самых масс. Массы костны и ленивы, говорил и даже писал Гитлер. Читать они не любят. Думать тоже. Они должны видеть перед собой одного врага и знать одного Бога. Вот он этот Бог. И тогда они пойдут за тобой, ибо каждый из них ничто, а вместе они масса, а с массой нужно обращаться как женщиной, а женщина охотно подчиняется силе, и кроме того, говорил Гитлер, масса испытывает необходимость в том, чтобы дорожать. сведения будущих кандидатов фюреры, при современных методах пропаганды это вполне доступный и практичный способ быть вознесенным на небо еще при жизни. И вот настал момент, когда нацизм приступил к выполнению своей главной важнейшей быть может единственной задачей как началось в Испании. Тюрер приказал мы исполняем. А это уже Польша. Фюрер приказал мы исполняем. Мы давали клятву. А думать нам не положено. Горит Варшава. В прошлом столетии великий Роден создал эту статую мыслителя. А десять тысяч лет тому назад неведомый скульптор извоял вот этого мыслителя, который смотрит в будущее и как бы вопрошает его. А это и наскальные живописи двадцать тысяч лет. Человек еще жил в пещерах, ходил в звериных шкурах, работал каменным топором, но он был великим художником, созидателем, творцом. Он понимал красоту линии, совершенство формы, выразительность движения. Краски на стенах этой пещеры не потускнели за двадцать тысяч лет, хотя исчезли животные, которые населяли тогда землю. первобытный человек знал даже условное искусство. Вернемся, однако, в двадцатый век. Неужели вот это образ нашего времени? Неужели вот это останется памятником нашей эпохи? Впрочем, летчику сверху разбитые дома кажутся тихими, мирными, даже красивыми. А люди сверху кажутся муравьями или тараканами, их не страшно расстреливать. Еще вчера эти люди мирно жили в своей стране, работали, любили, мечтали. Теперь они за колючей проволокой. Они не понимают, куда их гонят и что с ними будет. Мы еще узнаем, что с ними будет и куда их гонят. А пока война изображалась, как веселая прогулка. Шли по Европе веселые ребята, шли и ухмылялись, шли по Бельгии, Голландии, Дании, топтали мостовые Парижа, шли по Балканам и как туристы поднимались на Акрополь. Утро 22 июня 41 года. В это тихое утро берлинцы узнали, что началась война против Советского Союза. Впрочем, утро это ничем не отличалось от любого другого утра. казалось таким обычным, спокойным и никто не подозревал, что в эти часы решилась судьба Третьего Райха. И уж никто не знал, что война начата несколько часов тому назад. Начата без предупреждения, что уже несколько часов сыплются бомбы на Советскую землю. Вот сидят москвичи, наши современники, и каждый думает о своем. Вот так же сидели они и думали каждый о своем в то июньское утром. И все казалось так просто, так буднично, и так хорошо, и спокойно. А ведь в судьбе каждого из нас остался шрам, незаживающая рана. У кого убит сын или брат, отец или мать, или погибла вся семья, или разрушен дом, или сломана пополам жизнь. Но важным кажется только то, что происходит сейчас, то, что происходит в тебе, сегодня, вот сейчас, сию минуту. Они думают, они любят, они говорят, они живут. И это самое важное. Кто эти двое? Или вот эти студенты, будущие кибернетики, или химики, или строители ракет, что они обсуждают? И что волнует этих двух? Что приводит его в такое отчаяние? или эта девушка объясняет ли она важную научную проблему, или рассказывает, как проехать на дачу? Или эти две? Может, это сотрудница научного института обсуждает что-то очень важное, а девочке хочется танцевать, а может, это просто домохозяйки, их беспокоит характер соседки, а девочке хочется танцевать, и она все не дождется, чтобы ушла эта тетя, и мама даже не заметила, что ушла девочка, так волнует их этот разговор, или эти трое, так важно то, что происходит между ними вот сейчас, и так хочется им пройти жизнь красиво и дружно, и мне хочется, чтобы они прошли жизнь дружно и красиво, чтобы с ними не случилось того, что случилось с нами в июне 41-го, когда день превратился в ночь. Шли веселые ребята по нашей земле. такие симпатичные, красивые, воспитанные, работали и отдыхали, и снова работали, имена этих известны, у них в нагрудных карманах найдены пачечки фотографий, сняты они сами, жены, матери, дети, и вот это, вот это они носили рядом с фотографиями своих детей и матерей. До какого же состояния нужно довести человека, чтобы он такое носил на память, как приятные воспоминания? из личного архива начальника льепайского гестапо. Брат и сестра. Сестра уже раздета, брат раздевается, через минуту их не будет на свете. посмотрите, рядом с чем снялся этот весельчак, что он носил на память. «Музыка» «Львовский погром» фотографии, приложенные к официальному отчету. Но даже в такую минуту человек может остаться человеком. Святая нашего столетия. «Музыка» 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 Людей гнали, как скот, и скот гнали, как людей. Первая партия продуктов Украина-Берлин. Сам министр продовольствия вышел встречать эшелон. Ради такого торжественного случая сняли даже магазин. Очевидно, для того, чтобы показать, как хорошо в Третьем Райхе, как сытно. Эти годы успешно работало общество Крафт-Дюльфройде. Сила через радость. Общество занималось туризмом, спортом, отдыхом. В один из туристических маршрутов входило посещение Варшавского гетто. Вот мост в гетто над двумя стенами. Сюда согнано на 500 тысяч человек. Согнано на голодную смерть. Это любительские кадры. Я не знаю, кто их снимал. Я не понимаю, какую силу и какую радость могло доставлять посещение этого гетто. Иногда ребятам постарше удавалось удрать, чтобы добыть немного пищи для матери или для сестры. Но это кончалось вот так. Но даже в гетто ребенок творил. Не было карандаша, рвал фигурки из бумаги. Правда, эти фигурки не из Варшавского гетто. От Варшавского гетто не осталось ничего. Не осталось даже пыли. Это рисунки из другого гетто. Дети рисовали, вспоминали прошлое. И прошлое казалось им светлым. Ведь ребенок-то рожден для счастья. Не наблюдали настоящее. И мечтали вот так уехать из гетто. Но они уехали вот так. Большой писатель, великий педагог Януш Корчик пошел в гетто и отказался выйти оттуда. Он до конца оставался с детьми и был увезен вот в таком эшелоне. До последней смертной минуты он был с детьми. Он рассказывал им сказки. И был найден мертвым в газовой камере. И мертвые дети обнимали его. В эти ворота вошло 4 миллиона человек. 4 миллиона. Эшелон прибыл. Эти фотографии сняты эсэсовцем, страстным фотолюбителем. Сняты, несмотря на категорическое запрещение снимать в концлагерях. Перед вами селекция, отбор. Направо тех, кто еще должен жить в лагере. Налево тех, кто должен быть немедленно уничтожен. Направо тех, кто поздоровее и помоложе. Налево стариков, слабых, больных. Детей меньше, чем метр двадцать налево. Некоторые дети знали это. И подымались на цыпочки, когда проходили под мерной палочкой. А их стягали прутиком. Не обманывай. И потом всех раздевали до нога. А затем весь мир знает, что было затем. Газовые камеры и печи. Вот все, что осталось от эшелона. А тех, кто еще должен был жить в лагерях, одевали в лагерную одежду. И недели через три они становились вот такими. Каждый из них проходил казенное фотографирование. Профиль, фаз. Сохранились тысячи, десятки, сотни тысяч этих казенных карточек. Мы взяли несколько из них, чтобы вы могли посмотреть в глаза тем, кто прошел свой смертный путь в Освенциме. Их давно уже нет на свете. Но глаза еще живут. Глаза еще глядят на нас. Каждый из них, работая в лагере, приносил третьему райху около полутора тысяч марок дохода. Кроме того, двести марок давало так называемое рациональное использование трупа и личных вещей. Итого, за вычетом двух марок на отравление и сожжение приходилось в среднем с души тысяча шестьсот тридцать одна марка дохода, включая стоимость волос, зубов, костей и пепла. Дом коменданта лагеря. Его жена. Его отдых. Его друзья. Его работа. Дневник лагерного врача, доктора медицины, доктора философии, экстраординарного профессора Йозефа Крамера. Мы приведем всего два отрывчика. Сегодня присутствовал при специальной акции. Это страшнее Дантова ада. Выписал из Берлина новые брюки, сапоги и куртку. Снова на специальной акции. На этот раз подлежали уничтожению истощенные женщины. Они знали, что им предстоит, и сестам пришлось повозиться с ними. На обед суп из помидоров, полкурицы, сколько угодно пива и ванильное мороженое. Вечером приятное общество у коменданта. В Майданике осталось 800 тысяч пар обуви, которую не успели отправить. Директор одного из заводов химического концерна Игефарбин индустрии писал. Прошу срочно доставить новую партию польских девушек. Прежняя уже исчерпана. Обратите особое внимание на состояние здоровья отобранного материала. Комендант отвечал. Новая партия девушек отправлена. Отобрать лучший материал не могу. Товар стандартный. Но и Майданик, и Освенцин, и Треблинка были только действующими моделями и школой кадров для огромных лагерей истребления, которые Гиммлер собирался построить за Уралом. Там намечалось истребить за короткий срок 60 миллионов только русских, не считая других народов. Уже были разработаны планы, проекты подъездных путей, намечено размещение заказов на оборудование. Фирмы Третьего Райха готовились к большой работе. Они плачут. Они плачут от умиления. Нет, я не хочу сказать, что их умиляют газовой камерой. Вероятно, они не знают про них. А если бы им рассказали, они бы не поверили. А если бы они увидали своими глазами, то, думаю, их легко было бы уговорить, что это необходимо для блага Третьего Райха. Какая-то патология, массовое заболевание. Ну, тянись, тянись к своему Богу. Хватай его за палец. И все-таки была другая Германия. Вот перед вами юноша у позорного столба. На груди у него плакат. Я сказал нет, я предатель народа. Значит, были же юноши, которые говорили Гитлеру нет. Были же люди, которые год за годом упорно говорили нацизму нет. Нужно много мужества, чтобы умереть. Но, быть может, не меньше мужества нужно, чтобы говорить нет, когда кругом говорят да. Чтобы оставаться человеком и борцом, когда люди кругом перестали быть людьми. Чтобы думать, когда думать запрещено. И посмотрите, какие прекрасные лица. Их было немного. Но они были. Были всегда. Эти люди не только гордость немецкого народа. а не его надежда. Потому что в таких людях будущее Германии. Каждый год они усиленно готовились к зимней кампании. Похлопать себя по коленкам. Вот так. Потом по заднице. Вот. Потом попрыгать немножко. Вот так. И все в порядке. Никакой мороз не страшен. На деле, однако, все это обернулось чуть-чуть по-другому. Один из немецких солдат, попавших в Сталинградский котел, писал жене. В том, что произошло, есть и моя доля вины. Разумеется, она невелика. Это всего одна семидесятимиллионная доля вины немецкого народа. Но я жизнью отвечаю за эту семидесятимиллионную. Если бы все они рассуждали так. Если бы они рассуждали так всегда. Не только в таких вот обстоятельствах. Если бы все люди на земле всегда рассуждали так. 20 миллионов жизней. 20 миллионов лучших жизней нашего народа отдали мы за то, чтобы не стало на земле по жизни. Теперь война катилась на запад. Катилась неудержимо. 20 миллионов. Они умирали и верили, что фашизма не будет. Нигде на свете. Ни в одной стране. Никогда. Восьмого мая нынешнего 65-го года собрались без всякого зова сами к себе. Собрались на Красной площади бывшие солдаты. Искали своих однополчан. Некоторые нашли. А вот этот из 21-го гвардейского полка не нашел никого. Они пришли. А эта женщина-врач нашла паренька, которого когда-то спасла. И вот они вспоминают, как это было. А девушка, которая никогда не видела войны, слушай ты. и этот нашел. Нашел своих. И, быть может, это лучший день его жизни. Насколько еще нужно прожить до этого дня? Сколько еще нужно сделать? Сколько еще нужно пройти? Еще нужно дойти до Киева, а потом до Варшавы, пройти Румынию, Бенду, Болгарию, в Польшу, ворваться в Германию, дойти до Берлина и умирать. Умирать. Отдавать жизнь. Тотальная война или капитуляция, говорит Геббельс. Хотите ли вы капитуляции? Нет. Хотите ли вы тотальной войны? Да, хотим. Да здравствует тотальная война. Все то, что увидели до сих пор, это еще не тотальная война. Вот лицо тотальной войны. Это женщина, эти двое детей, убитые из пистолета в упор. Из пистолета в упор. Из пистолета в упор. Сколько же нужно было вырастить убийц, чтобы убить из пистолета в упор, задушить газами или жечь живьем, или расстрелять из пулеметов миллионы, миллионы, миллионы женщин и детей. Сколько нужно было этих равнодушных исполнителей, готовых сравнять с землей все, что столетиями создавал человек. Ну, не помогла тотальная война, да и не могла помочь. Это московский ипподром, лето 44-го. Это военнопленные. Вот люди, на которых было возложено исполнение июльского приказа Гитлера. Славяне должны стать неисчерпаемым резервом рабов в духе древнего Египта или Вавилона. Теперь москвичи могут поглядеть на этих несостоявшихся рабовладельцев, надсмотрщиков, помещиков, губернаторов. А этот мясник из Восточной Пруссии может поглядеть на советских солдат. Вот люди, которые решили исход этой схватки. Самый тяжелый, самый кровавый за всю историю человечества. Ну, что в них примечательного? Да ничего. Даже орденов что-то не видно. Так, медали. Когда-то Гитлер обещал, лет через 10 берлинцы не узнают своего города. Действительно, трудно теперь узнать германские города. Но привычка делает свое дело. Свастики, плакаты. Наши стены разбиты, но наши сердца нет. А Геббельс снова говорит о тотальной войне. Все та же речь, и те же люди слушают. Но что-то новое появилось в лицах. Углядитесь. Они думают. Вряд ли они даже слышат, что говорит сейчас Геббельс. Они думают. Впрочем, привычка делает свое дело. Зикай. И все та же клятва. Клятва-то та же, а вот люди стали другими. Люди думают. Гремят парабаны. И Геббельс обходит строй, ищет, кого еще можно послать в огонь, чтобы хоть на несколько минут продлить свое существование. Детей в огонь. Стариков, женщин. Вот их учат стрелять из фаустпатронов. Это так просто, мадам. Прицелиться чуть ровнее. Нажать. Бац. Готово. Последняя съемка Гитлера. Тоже обходит строй, ищет, кого послать в огонь. Вот этого мальчика. И этого, конечно, поздно. Война уже ворвалась в Берлин. Истекают последние минуты Третьего Райха. И в эти последние минуты еще умирают люди. Конец. Растет трава, рождаются новые люди. И там, где рушили стены, идут школьники. Это германская демократическая республика. Берлин. А этим двум девочкам ужасно не хочется идти в школу. Им хочется обходить вокруг каждого дерева, сколько их не попадет с по дороги. А вот еще одно дерево, вокруг которого можно обойти. А вот идет мальчик. Это уже интересно, стоит остановиться. Что они знают о фашизме, даже эти девочки постарше? Что они знают о войне? Разве что родители рассказывали. Что знают о войне и фашизме эти молодые парижане? Им хочется танцевать. Хочется танцевать и любить. И в конце концов они имеют на это право. Это милая молодежь. Смотрите, какая очаровательная девчонка. А знаете, кто поет в кабачке? Племянница Гитлера и зять Муссолини. Времена-то изменились. Все растет. Все движется вперед. Все меняется. И спорт находит новые формы. И искусство находит новые формы. Что ж, очень мило. Выставлено. Привлекло внимание знатоков. Особенно дырка. Куплено. Это тоже, пожалуй, куплено. Это называется Монокини. А это конкурс на образцового мужчину. Конкурс на звание Мистер Германия. Разумеется, это не Мистер Германия. Это Мистер Феерге. Есть ведь еще и другая Германия. В общем, действительно образцовый мужик. Ну, а где есть Мистер Феерге? Там должна быть и Мистер Феерге. Конкурс на звание Мисс Западная Германия. Люди хотят любить. Хотят рожать детей. Девочек. Мальчик. А с мальчиками может случиться вот такое. Это обучение морской пехоты. Америка. Снова людей стараются превратить в животных. Пожалуй, не без успеха. Это уже не Америка. Это Западная Германия. Маневры НАТО. Иногда кажется, что эта книга извлечена кем-то на свет божий. А вместе с нею откуда-то из-под земли выползли вот эти живые трупы в гитлеровских орденах. Эти бывшие эсэсовцы. Эти милые мальчики. Впрочем, бургомистр Западного Берлина Вилли Брандт заявляет, что пора прекратить разговоры о фашизме. Прошло, мол, 20 лет. И наше долготерпение, мол, исчерпано, хватит. Нечего ворошить прошлое. Никакого нацизма ныне нет на свете. Может быть, он прав. Вот ему аплодируют. Но тогда во имя чего бьют эти барабаны? И во имя чего это шествие такое похожее, как будто уже виденное нами? Думается мне, что раковая опухоль вырезана, а метастазы остались и не только в Западной Германии. Вот вам Мозли, Англия. Правда, он постарел, полысел, и молью трачен, и зубы поредели. Но ведь все еще говорит, ему аплодируют совсем молодые люди, значит, есть смена, и полиция уже готовится защищать его, потому что сейчас он выйдет. Вот он идет. Минуточку. Готово бьют. Ведь все-таки в неизменности английских традиций есть что-то величественное. И посмотрите, какой темперамент. И эта пресловутая английская издерглость. Посмотрите, как действует эта дама вот тут в правом углу кадра с сумочкой. Или вот этот полицейский. Просто очень-очень живо. Правда, Мосли приходится выступать теперь из укрытия. Так труднее добраться до его физиономии. Зато он может улыбаться. А пострадавших складывают в сторонки. Если это можно в Англии, почему нельзя в Западной Германии? Почему нельзя сквернять еврейское кладбище, писать вот такие надписи на могилах и ставить знаки СС? Писать, что мало вас подохло? А вот тут написано, вы думаете, фюрер мертв? А мы думаем, нет. Ведь это надпись, эти знаки спорят с Вилли Брандтом. Так же, как и этот реваншист, который показывает язык нам с вами. Или это его скандинавский единомышленник. Или этот паренек со свастикой. Это глава американских фашистов. Роквелл. А это фюрер шведских фашистов. Свастики американские, чилийские, французские, португальские. Сколько их? Правда, свастики меняются, но ведь существо-то остается тем же. Может быть, они думают, что мир не изменился, что возможен новый Мюнхен, новый поход на восток. Вот эти свастики идут мимо Белого Дома в Вашингтоне. А на плакатах написано «Свобода Рудольфу Гессу». Тому самому Рудольфу Гессу. Он еще жив сидит в тюрьме. Живут и западно-германские монополии. Процветают их хозяева. И посмотрите, какие уверенные в себе. какие аристократичные, какие холеные, самодовольные, какие пасхальные открытки, как они глядят на нас, все эти тиссыны и флики. Да, дела у них идут неплохо. Перед вами великосветский бал в Западной Германии. Правда, если говорить откровенно, бал этот недостаточно великосветский для Крупа, для Тисона, для Флика и подобных. Они никогда не любили сниматься. Они не любят сниматься и сейчас. Они любят оставаться в тени. Но все-таки перед вами сливки общества. Министры, знаменитые киноактеры, крупные промышленники, дельцы, к их услугам все, девочки прямо из Парижа. Но пока девочки танцуют, вспомним, что эта война принесла крупу, тисаную и прочим по сто марок дохода от каждого убитого, какой бы национальности он ни был, русский, француз, американец или даже немец. Если им придет в голову написать новое письмо новому Гинденбургу, оно будет подписано уже не двумя миллиардами марок, оно будет подписано двадцатью миллиардами марок. И в сочетании с морской пехотой, в общем, есть о чем подумать. Давайте лучше поглядим на дельфинов. В последние годы выяснилось, что мозг у дельфина не менее сложен и не меньше человеческого. Они даже, кажется, умеют говорить на своем дельфиньем языке. Во всяком случае они очень умны и очень добры. Добрее многих людей. Есть предложение использовать их в военном деле, как локаторы, кажется. Пока они возят лодочки, а генералы пока обходятся без дельфинов. Этой техники не было у Гитлера. К счастью, ее не было. если бы вот это было у Гитлера, если бы вот это было у Гитлера, вы думаете, он колебался бы хоть секунду? Даже Трумэн решился. А человечество? Не знаю. Может быть, это человечество осталось бы только вот это. В общем, война пока обходится без дельфинов, техники хватает, средств хватает, и все-таки я верю в то, что человек разумен. Ведь он рождается прекрасным. Плохих детей нет. Все дети во всем мире хороши. Все зависит от того, что мы с вами вылепим из этих детей, во что мы с вами превратим их. Дедки, баба, у них была курочка-ряба. Курочка-ряба снесла яичка. не простое, а голодое. Дед бил-бил, не разбила, бабка била-била, не разбила. Курочка миска въезжала, хвостика махнула, яичко упала, разбилась. Дед плачет, бабка плачет, а курочка кула дахтет. не плачет бабка, не плачет детка, я вам снесу другое яичко, не простое, а золотое. махнула. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok